Приветствую вас, тогда разберем ваш вопрос. У меня очень сложно в ситуации с мужчиной, пишите вы, и мы расстались и разругались, наверное, навсегда. Мы много раз расставались и сходились, есть общая дочь, которой 5 лет. Я наделала много ошибок по отношению к нему. Мы мирились, но снова ссорились. И он тоже делает ошибки в мою сторону, но он их не признает. Недавно я у него попросила ненавязчиво купить или дать мне деньги на дочь. Шандали и красавку купить. Но он сказал, что тебе еще надо забыть, короче. Я пыталась держаться, как-то даже в шутку написала, потом не выдержала и вечером написала, нас больше ничего не связывают, у тебя больше дочери нет. И все, я добавил его в черный список, и он менял. Чувствую, у него кто-то есть. Не хочется дочери лишать отца. Но как быть по-другому, я не знаю. Всякая разница пыталась его привлечь, но то, что он увлекся другой, это похоже на его поведение. Как разобраться в этой ситуации? Не общаемся неделю. Он никак не звонит. Раньше жили вместе, было лучше. А ныне, я вам задам вопрос. В какой-то степени, наверное, то же, что и мой коллега вам задавал. Вот, Кудрячев Игорь Леонидович. А, собственно, чего вы хотите? То есть, у вас какой запрос? Вы говорите, что вы наделали много ошибок, и что мужчина тоже делал ошибки. Я вам верю, но с точки зрения психологии, если вы говорите, что вы надели много ошибок по отношению к нему, то нужно, как минимум, поисследовать эти ошибки и вам выработать такую стратегию, например, поведения, где вы бы этих ошибок не совершали. Как минимум, да? Вот, и тогда у вас, в принципе, есть шанс на то, чтобы контакт с мужчиной, соответственно, возобновить. Вот, если говорить о нём, если вы хотите разобраться в нём, то я думаю, что это не совсем к психологам запросы, вопросов. Вот, это, мне кажется, больше вопрос-запрос к эзотерикам. Вот, и, соответственно, на мой взгляд, здесь абсолютно бессмысленно гадать, потому что, может быть, вообще всё, что угодно. Вот. То есть, ну, с моей, по крайней мере, точки зрения, да, выглядит это именно так. Дальше, значит, вы пишете, что много раз расставались, исходились, из-за чего расставались и каким образом мирились. Каким образом происходило ваше примирение? Что вы делали? Были ли выработаны какие-то новые модели поведения? Были ли выработаны какие-то решения, когда вы мирились? А дальше, надо же обратить внимание, у вас ребёнок от человека, да, от мужчины, с которым вы, в принципе, не замуж. То есть, здесь как-то вот, ну, традиционно здесь проблемы с самоотвенкой. Вот, понятно, что ситуации бывают разными. Это понятно, понятно, что по-разному может, в принципе, всё складываться. Вот. Но, традиционно, вот, считается, что, когда у женщины ребёнок от мужчины, она за ним не замужем за ним, при условии, что она просто не хотела ребёнка, да? То есть, она не хочет отношений с мужчиной, вот, она просто хотела, например, ребёнка, или, в принципе, она не стремится к каким-то таким крепким отношениям к мужчине. Вот, традиционно, в этом случае, можно говорить о том, что у женщины несказуемая оценка. Дальше, мужчина делала много ошибок. Каких он тоже делает ошибки в мою сторону? Вот, это, как бы сказать, непонимание человека, да? То есть, здесь дело не в его ошибках, а в том, что вы не принимаете реального человека, каким он есть, по факту. Вот. Дальше, мы мирились и снова ссорились. Здесь у вас нет личной ответственности, потому что не мы мирились, и мы ссорились, а я мирилась, и я ссорилась. Нужно разобраться в этом, в мотивах, и в обстоятельствах того, как вы ссорились, именно вы конкретно, и как вы мирились. Это ваше. Дальше. Недавно я в него попросил несловящего купить или дать мне деньги на дочь, сандали и колоссов купить. Опять же, как вы к этому пришли, у меня есть ощущение, что вы знали, что он вам не дал денег. Потому что реакция была нечто чрезмерная здесь. Так, я пытался сдержаться, когда он сказал, забудь короче. А вот видите, вы на свой счёт это понимаете почему-то. Ну и потом, соответственно, вы не выдержали, и, значит, сказали, что нам больше ничего не связывает, а тебя больше дочери нет. Ну, как бы это совершенно оживительно скучка. Но что это вы здесь сдерживаете? Вопрос в том, что. Так, чувства у него кто-то есть, но это ваши загадки. Может быть есть, может быть нет. Не хочется дочери дочери лишать отца. Аммммм, как бы, здесь противоречивая ситуация. Вы сами говорите, что у тебя больше нет дочери, но вы не хотите лишать дочери отца. То есть вы не разграничиваете себя и дочери, как мне кажется. Вам бы вот с личными границами здесь поработать, да? И такое ощущение, что вы используете дочери качества аргументов в споре с мужчиной. А потом испытываете чувство вины. Я думаю, что это связано с тем, что вы в себе не чувствуете себя целостным. Так я бы сказал. Дальше, как быть по-другому я не знаю, а как хочется по-другому быть. То есть почему-то вы к этому мужчине привязаны, не идёте дальше, не двигаетесь дальше. То есть он, если он вы другая, он в принципе сделал выборы идти по жизни дальше. А вы, вы такой выбор сделали. Вот. И всякая разница пыталась его приближать. А зачем? Есть ощущение, что вы зависимы от мужчин. Вот. А как разобраться в эту ситуацию? Ну, в принципе, мне кажется, я на основные аспекты указал. Вот. Самоценка, да, и в принципе, в целом, вот, как вы себя по жизни ощущаете, да. То есть ощущаете ли вы себя реализованный, полноценный. Вот. Это очень важный аспект. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Ну, и желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...